Валерий Петрович, если можно, Ваш комментарий по сегодняшний день. Я считаю, что мы в боя не должны были уступать. Объективным результатом была бы ничья. Потому что все-таки первую, сами себе привезли, вратарь с центральным учеником не разобрались, потом выносил в центральную зону, уничтожил из политического мастерства Сечина. На ровном месте, в принципе, и из ничего. Конечно, то, во что сегодня веровали, это футболом сложно назвать на таком поле, что можно ожидать. Я знаю, что и Динамо, и мы стараемся играть все-таки созидательный футбол. Мяч внизу, мы готовы здесь положить. Было очень много борьбы. Единоборс, второй танк, и вообще, у нас было преимущество, столько было моментов, и в концовке могли, и не то что сравнить, и выиграть могли, додавить, но не хватило где-то удачи. Где-то удачи, да. Поэтому я, во-первых, очень рад, что вернулась команда Става, как бы там не было на качестве поля, но болельщики при поле, тоже все равно кайф, как будто играть в футбол. А так, я считаю, объективно, объективность, но если сегодня была бы ничья объективная, но нам где-то не везет. Я думаю, где-то и удача будет на нашей стороне в дальнейшем матче. Или ее вопрос? Понятно ли дело. Весна, весенний футбол. Насколько функционально команда ваша готова? Ну, конечно, сыграло свою роль то, что перенесенный матч мы сыграли среди недели в Ростове, в Батайске. Все-таки тяжелый матч, искусственное поле, переезды, и, конечно, это наложило свой отпечаток. Я считаю, что в целом мы функционально выглядели неплохо, ребята восстановились, как бы претензий в этом плане к ним не было. К сожалению, получается так, что мы готовились к чемпионату на хороших полях в Крымске, приехали сюда, пошли о дороге. Поэтому, ну, какой футбол можно показать? Где-то немножко удача была Динамо сегодня. Вот, в принципе, все, что я могу сказать. У вас на скамейке запасных основ молодые футболисты. Это тоже сказывается на 1-10. Ну, конечно, мы резко омолодили команду, в отличие, допустим, от Динамо. Потому что у Динамо стоит задача, они находятся на последнем месте. За счет молодых футболистов оттуда не мылися. Нужны опыты. Опыт. Что она и сказывается? Вот сегодня Сечин решил вопрос. Там, в моей группе Сердюков, Маркусов, все люди опытные, которые, поигравши на молодежи, это только дальние перспективы. Можно ждать какой-то результат через год, через два, через три, какой-то отдачи. Мы, как бы, идем сейчас этим путем умышлено. Потому что, ну, глобальной задачи у нас нет. Мы освободились, у нас ушло 11 человек. Взяли 5-6 человек играющих и поставляли все молодежи. Мы резко омолодились. Ну, я думаю, сильно на качестве игры это не сложится, не скажется. Самое главное, чтобы был коллектив нормальный, здоровый, чтобы была конкуренция хотя бы минимальная. И тогда мы потихонечку будем двигаться вперед. Всегда встреча между Пятигорском и Старопольским динамом проходит остро. С Вас сильно будут спрашивать за поражение? Да, я думаю, нет. Нас чем, в чем можно обвинить? Команда сделалась. Да, и дерби, все равно, как бы там ни было, но, в мое понимание, дерби полноценное, когда команда находится на верху труденной таблицы. Когда у них все хорошо, когда борются за высокие места. Потому что я сам, потому что я работал в Машуке и раньше, и Динамо, и у нас, и у меня дрыба не первая, дерби, я знаю, что это такое. Конечно, все хотят показать, быть выше друг друга. Да, поэтому я сейчас, вот, Динамо желаю удачи, чтобы они поднимались потихонечку. У них процесс пошел, вот две или четыре очка. И в дальнейшем все у них стабилизируется, и все будет нормально. Все будет, чтобы в следующем году и Динамо, и Машук боролись, чтобы дерби было, да, чтобы была дерби, еще раз скажу, полноценным. Это надо, чтобы команды были в верхней части, а чтобы находиться там, там надо очень много еще сделать, и Динамо, и Машук. Спасибо, спасибо большое. Победа. Лея Викторович, поздравляем с первой победой в официальном матче в этом году. За счет чего удалось все-таки в Крайвом дерби праздновать успех? Ну, мы очень готовились, если бы серьезно, эти две игры посмотрели, прекрасно понимали, что будет игра такая сложная, потому что видели это поле, вчера потренировались. Ну, действительно, поле, скажем, пока не для футбола вообще, не для созидательного футбола. Мы вчера только первый раз на это поле вышли. Да, да, мы вчера первый раз вышли, старались тренировку провести всего там 25-30 минут, потому что на этом поле садятся ноги после искусственного ровного переходить сюда. То есть много вот это думали, пытались, чтобы вы видели, на 30-й минуте просто ноги сели так, что мы просто отбивались. В 30-й минуте мы доминировали, забили гол и потом отбивались, имели там моменты, то есть просто сели игроки. Потом пауза, 10 минут отдохнули, второй, 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 немножко другой. Я там, ну, немножко не согласен, что преимущество полу. Это по Машука. Концовка опять была Машука, но тут хочешь не хочешь правильно. Тут надо атаковать, надо действительно в дерби что-то придумывать. Поэтому у нас тоже были, ну, не такие моменты, а полумоменты. Вот Маркоса удали один в один убежать, он неправильно распорядился там мячом. В первом тайме были тоже полумоменты. Во втором тайме Сечин удачно в штрафной пытался комбинировать. Ну, то есть не дошло. То, что мы предполагали, так она, эта игра и пошла. То есть жестко, плотно, я предупреждал, ребят, что надо наступить на свой, так сказать, футбол. Играть попроще, играть вперед и во фланге выскакивать. Ну, не все получается. Проблемы у нас серьезные проблемы пока с атакой. У нас серьезные проблемы с одним лимитным футболистом. Никак мы не можем. Играют два молодых 2000 года. Сначала Аким, вы видите, Нури, ну они, я не могу с них строго требовать. Они еще, тут 96-й должен быть и моложе, а они 2000. И еще 4 года до лимитного. Ну, ситуация такова, что нету. На эту позицию в 500-тысячном городе Старплин нету футболистов. В общем, мы его рассмотрели и все смотрели. Поэтому они стараются, играют, один другого меняет. Я бы мог сыграть два нападающих Сердюков, Маркосов. Но нельзя должен быть там на поле. Один Стуканов у нас играет, один подменяет. Поэтому есть кадровые у нас проблемы. Но они никуда не денутся до конца, пока другое не будет формирование там состава. Поэтому пока так вот надо вырывать где-то на жилах, где за счет мастерства. Ну, я думаю, там в Абжи будет другой футбол. Мы в понедельник опять возвращаемся на искусственное работать. И там в Махачкале искусственное поле. Я думаю, мы хотя бы сможем комбинировать. Но мы все-таки пытаемся в техничный футбол и в южные игры. Ну, благодаря тому, что правильно сказал Петрович, что, так сказать, взрослые футболисты сработали. Вот Сечин взял на себя и Волков отдал идеальную передачу. Сечин сделал в бегании. Да и гол красиво занял, не свойственно себе, в ближнем, такому большому вратарю. Ну, и Эдуард тоже бойчор, уже взрослый, игрок Параха, 25 лет там. Ну, тоже вытащил. То есть здесь, ну, то есть вот я здесь считаю, да, можно сказать, что игра была равная, ничейная. Но я так не могу сказать, потому что мы силу воли, значит, больше проявили, раз выиграли. Поэтому, так что, я бы не сказал, что судья так был к нам очень благоволит. Он очень много обставил штрафными, очень много, так сказать, всех. Я не люблю сюда обставить, поставил в конце, добавили время и так далее. Но мы выдержали в эти моменты. Поэтому я благодарен команде и благодарен болельщикам, которые пришли сразу первую игру. Я считаю, что у нас следующую игру будет два раза больше, чем надо удачно сыграть в Махачкале. Я и футболистам сказал так, что главная реклама – это не плакаты, это не сайты. Это игра. Сегодня они пришли, услышали, увидели, сказали другим и так далее. И пойдут еще люди. Поэтому, ну, еще раз хотел бы, да, поблагодарить руководство стадиона. Попытались что-то создать нам, но обещают, что здесь будет еще лучше поле. Будут подсыпать, будут катать. Потому что, повторюсь, это немножко не наш футбол. Тоже у нас все-таки таких, и мы подбирали игроков более техничных, игровых. Ну, я думаю, что сейчас травка полезет, еще подкатают и будет все-таки лучше. Поэтому, ну, я все равно считаю, лучше играть здесь, в Старополь, чем уезжать куда-то для припустых требований. Поэтому, поэтому, еще раз спасибо, Маршук, хорошая боевая команда, тоже удачи им желаю. Бачура сегодня не только выручил, но и в течение всей игры очень здорово командовал игроками на поле. Ну, он очень, он хотел в другой команде оказаться, хотел выше, где-то в первой лиге искал. Я убедил его, ездил в Кисловодск, что ты должен на эти полгода опуститься. Ты воспитанник Ставропольского футбола, он Кисловодский же, никогда здесь не играл, должен себя доказать. И сегодня его зрители приезжали с его села Учкикен, с Кисловодска, за него родственники. Здесь диаспора Карачаевская, большая, я думаю, еще подтянется. 20 тысяч диаспора, я говорю, ты хоть 5 тысяч приведи оттуда. Поэтому он очень старался, он настраивался. Здесь, ну, не отнять у него. Позвольте вернуться еще немножко назад, на пару месяцев. Как вообще возник вариант вашего трудоустройства Старопольского демона? Ну, мне в ноябре, в конце ноября звонил руководитель Андрей Александрович Стешко. Сказал, что хотим укреплять трейский штаб, чуть-чуть менять, надо ставить задачу. Но я сначала как бы отказался, потом еще был звонок, еще. И вот 5 января я с супругой отдыхал в Кисловодске, Андрей Александрович был очень настойчив. И Анатолий Сергеевич. То есть, и я возвращался 9-го, через 100-го. Вернулся вот с супругой, мы как бы вопросы отговорили, я посмотрел, где тренироваться, где что. Ну, решил, что не стоит зимой сидеть, бездельничать. Надо помочь краю, ребятам, футболистам и так далее. Ну, пока стараюсь все для этого делать. Вам был бы дал полный кардбанш? Ну, кардбанш какой был? С соответственно, финансам нашим. Финансы же ни на грамм не увеличились. И всего было 8 до заявок. Конечно, вы видите, пары-то не хватает, не хватает нападающего полузащитника. Валия была травмирована, сейчас бы вышел в середину, очень здорово помог бы. Все, уже второй групп травмируется. В той игре забил гол, тоже сзади у него потягивает. Поэтому, никто особо ничего не говорил, мы обсуждали. Ну, мы взяли же, видите, мы же не великие футболисты. Мы тоже взяли футболистов, которые оказались не нужны где-то в тех командах. Где-то по разным причинам. Кто травм, кто не смог трудоустроиться, кто... Поэтому, мы же тоже не звезды. Поэтому, ну, и для них это шаг назад, для того, чтобы мы делали шаг первый. Либо со Ставрополя, либо в других клубах более лучшего уровня, богаче. А как бы вы оценили сейчас уровень сыгранности команды? Ну, игра в Майкопе показала, что слабая. То есть, плохо действовала оборона, ошибалась. Знаете, вообще, сыгранность идет, ну, считается, где-то в десятой игре. Восьмая, десятая игра, что-то можно. У нас вторая, хотя мы и на сборах играли. Но, повторюсь, у нас так подключались. То Сидоричев, то на последнюю неделю в Халиуле, то Маркосов. То есть, мы этим составом не играли в десять игр. Поэтому сыгранности еще довольно не хватает. Да и физической формы хотел бы еще лучше. Спасибо, да. С победой еще раз.